Остаться в живых. Так, в двух словах можно описать суть услуги, которые отдыхающим предлагают организаторы джиппинга. Никаких гарантий безопасности и ответственности перед людьми. Тоже никакой. Я вчера специально поехал в вечернее время и посмотрел, что же сделано после приезда губернатора по поводу так называемого джиппинга. И увидел то, что не хотел увидеть. Прокат есть, машины по проезжей части, подчеркиваю, по проезжей части двигаются. С детьми. Я не знаю, не понимаю тех родителей, которые берут на руки детей и едут в горы на вот этих машинах. Их даже машинами назвать нельзя. Тут же, в подтверждение слов главы города, встречаем на дороге переполненный внедорожник. Кто помогает собирать с клиентов поездку? Не исключено, что сотрудники тех же экскурсионных павильонов. Но признавать свое участие в сомнительном бизнесе никто не хочет. А есть у вас джиппинг? Подождите, подождите секундочку ко мне. Он нашел, я подошел. Прошу прощения, здравствуйте. Здравствуйте. Нет, мы с такими вещами не работаем. А почему? Ну, я считаю, что это экстремальный отдых, поэтому мы предпочитаем спокойный отдых. У нас спальный район, у нас детки. В глаза бросается реклама джиппинга. Девушка уверяет, внедорожники, как такси, только довозят отдыхающих до водопадов. Объяснение главу города не устраивает ужесточить требования к перечню экскурсионных услуг. Его поручение своему заместителю Людмиле Терещенко. Если каждый из нас сейчас, из здесь присутствующих, сделает часть той работы, которую мы должны сделать по этому направлению, то мы это безобразие прекратим. Найти, где нелегалы могут устраивать стихийные стоянки и поставить там круглосуточные посты ГАИ. Еще одна профилактическая мера. Например, площадку у Стелла с Орлом по дороге в Суко. Днем здесь пусто, а что происходит по вечерам? Впрочем, некоторые и вовсе не скрываются, даже искать не надо. На Красноармейской яркая реклама незабываемого отдыха. И улыбчивый парень-продавец. Это абсолютно безопасно, уверяет он нас. Но на вопрос, кто держит бизнес, тушуются и уже не так разговорчив. Этого я вам не могу сказать. А что, это тайна? Вы же говорите, что все... Все законно, все. Но просто как бы, я думаю, он бы не особо хотел бы разговаривать. Скромность бизнесмена нам понятна. Полторы тысячи с человека за поездку – хороший доход. Зарабатывают, правда, на чужом здоровье и жизни.